Всё готово? Я никогда не готова Я не буду готова сейчас Мне нужно проржаться Почему меня заставляют это ржать? Ты можешь щелкнуть, кстати Чё я могу сделать? Щелкнуть Чё я могу сделать? Зумка, что? Раз Два Три Ты со мной рядом будешь Про меня не забудешь Так хочу коснуться рук Но я боюсь, что ты исчезнешь вдруг Всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Лай Это очередное видео на моём канале И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео с гостем Которого вы наверняка все знаете Если не знаете, то это кто у нас? Всем привет, ребята! Я Оксана Флав Я думаю, что, может быть, кто-то из вас меня знает Я снимаю видосики на YouTube, каверы на разные песни И в том числе на кей-поп Так что, возможно, кто-то из вас меня уже знает А если нет, то мне приятно с вами со всеми познакомиться Итак, мы сегодня собрались здесь с Оксаной Чтобы обсудить вашу потрясающую личную жизнь И ваши, как говорится, любовные согрешения В нашей любимой рубрике Любовная клиника И если вы не помните, что это, то это рубрика От меня для вас Где мы обсуждаем ваши любовные проблемы И надеемся, что у вас всё будет хорошо После их решения Поэтому, если вы готовы, давайте начнём Хаштег любовная клиника Привет, папа Персик Раньше мне очень сильно нравился один мальчик Позже случайность так вышла, что у нас завязалась дружба Прошло около трёх лет И он стал мне одним из самых близких друзей И лучшим другом Чувства не прошли Боюсь признаться и потерять его Но молчать невыносимо Он не нравился, как бы сначала Да И потом они начали дружить Да Но чувства у него И сейчас они дружат, а он ей всё равно нравится Да, видимо, ещё больше, чем раньше Вопрос Зачем они дружат? Потому что ей нравится, скорее всего, проводить время с ними И он стал ей прям очень близкий То есть с ней А почему? Да А почему сразу нельзя было сказать Может, да? Зачем надо было сразу завязывать дружбу Ну, давать человеку понять, что вы, как бы, друзьями должны быть И что вы дружите Но всё это время, как бы, чувства к нему какие-то испытывать Это, как бы, ну, немного нечестно, мне кажется По отношению и к себе, и к этому человеку тоже Потому что он, как бы, не рассчитывает на то, что ты ждёшь от него каких-то отношений Вот, и я думаю, что надо было сказать сразу Но если молчать нет сил, то надо сказать в любом случае Потому что Потом, когда, если у него появится девушка, например Да, все будет очень плохо Или парень То Если появится парень, то, мне кажется, будет в два раза беднее Ну, типа, вы дружили, и ты рассчитывала, а оказалось, что рассчитывать было не на что Ну, в общем, я думаю, что надо сказать Ты же не пойдёшь, если ему лучшему другу там скажешь, типа Ты мне нравишься, ты уже последние три года, и я тебя люблю Мне кажется, он немного охереет от такой информации Ну Хотя, скорее всего, он догадывается Думаешь? Мне кажется, да А если бы было так, что и она ему тоже нравится, но он, типа, такой Просто, ну, думает, что они друзья Если, как бы, ну, это симпатия взаимная Ну, смотри А ты не скажешь А если это симпатия взаимная, то можно очень легко проверить Хорошо, я не эксперт любовных делах, если что, но немножко вот опыт имею Время, как бы, уходит Часики тикают, если что Между прочим, у всех Мы, в принципе, советуем тебе сказать ему Оксана советует подойти и сказать Я советую подойти и, мягко говоря, намекнуть, если не по этому моменту Не, ну, я не говорю так, типа, что ты подошла и такая Привет, я тебя люблю Ну, не так Просто как-то потихонечку По чуть-чуть можно подготовить немного к этой же ситуации Ну, как-то вот намекать Хотя, мне кажется, люди не понимают намеков Да, есть такое чуть-чуть Мальчики вообще не понимают намеков Нет Ребята, никто не понимает намеков Пока вы будете намекать Придет кто-то другой Кто не будет намекать Хочеток, любовная клиника Моя подруга начала общаться с моим бывшим, зная, что у меня есть чувства И мы разошлись недавно Она немного девочка легкого поведения Теперь они встречаются через три дня после знакомства, что мне делать А чего тут неожиданно твоя подруга стала девочкой легкого поведения в твоих глазах? Мне кажется, что просто на фоне того, что она начала общаться с бывшим И ей показалось, что раз они так быстро через три дня начали встречаться, значит она девочка легкого поведения Ну, просто не то, чтобы она на самом деле такая, а просто вот обида какая-то есть То есть ты подругу на хер променяла Она начала встречаться с твоим бывшим Я, конечно, понимаю, что типа в законе для девочек в таком фигуральном Там типа бывшие это off limits Типа нельзя встречаться с бывшими, там братьями и с кем-то еще Но он твой бывший по причине того, что он твой бывший То есть вы расстались уже, все Отношения эти по какой-то причине закончились, значит что-то не устраивало там кого-то из вас И значит эти отношения не могли дальше продолжаться Если она начала с ним общаться, возможно, я как бы не утверждаю Но, возможно, если они через три дня после знакомства начали встречаться Не расстались ли вы из-за того, что они уже общались когда-то? Ну, слушай, есть такое Кстати, да, ничего себе ты вывернул Вот этот вопросик И в конце просто что мне делать? Может быть вот ситуация как бы в этом заключается? Я говорю, что стоит забить хер, потому что ну в любом случае вы расстались Потому что ну вы расстались уже, все, закончилось дело Ну и начала она с ним встречаться, и что дальше? Ты же уже как бы не пойдешь туда отбивать его у своей подруги Снова? Да Типа что вернись ко мне Зачем? То есть, отлично, пусть встречаются, потом расстанутся, разбегутся Потому что как бы ну, если будут встречаться, то классно Будет еще мужик, которого будет Тем более он уже бывший Вот именно Она же с твоим парнем начала встречаться, с которым ты сейчас встречаешься, так что Хэштег любовная клиника, привет Я влюблена в девушку, и у нас вроде как все взаимно Признались друг другу в чувствах Но У нее есть парень, и расстаться с ним она не может К тому же она постоянно говорит, что он не лучший человек для отношений Говорит, что боится сделать мне больно Что мне делать? Девушка 18 лет Она тебе пиздит Я не хочу делать тебе больно Дело не в тебе, а во мне Типа Ты идеальная, это я говно в этой ситуации Есть ли человек, которому ты нравишься, и говорит тебе, что Я не готов к отношениям, то я плохой человек для отношений И при этом он с кем-то уже встречается Тебе не кажется, что это странно? Я бы советовала как бы задуматься о том, что этот человек Как бы находясь в отношениях, начал встречаться типа с тобой Это значит, что как будто бы он изменяет тому человеку, с которым уже в отношениях И это может повториться еще раз С тобой уже? Да, но это легко может повториться И у меня, кстати, таких много примеров в жизни знаю куда Одно на другой Потом одна жена, вторая жена, третья жена и так далее Ну вот такое бывает Это с ним ты общаешься? Это у меня просто, ну, в семье там есть друзья, друзей Она поступает, во-первых, неправильно, та девушка, которая тебе нравится По одной причине, что она не бросает и тебя, и не его То есть она, как говорится, хочет сидеть на двух стульях сразу, но такого не бывает Потому что... Зачем так? Да Зачем? Я просто не могу понять, зачем люди это делают Если ты не хочешь уже с чем человеком быть, зачем ему врать? Так, я тебе говорю, ей стало просто скучно У этой девушки, видимо, отношения с парнем, она решила пополнить, что это для себя новое Но в другие отношения она оставаться не хочет, поэтому не хочет их делать официально Потому что у неё есть другие отношения с парнем, в которых она состоит Но в этих отношениях ей, видимо, не комфортно, скучно или просто неинтересно Поэтому у нее есть такой, типа, сайд-гик, который она просто ходит и делает с этой девочкой. А, видимо, эта девочка сразу понимает, во что она влезла, потому что она знает про этого парня. Короче, мне кажется, что это какая-то муть. Вот, как я могу сказать. Найди себе свободную девочку, которая тебе понравится. И все. И все. И все. Хэштег любовная клиника с одним парнем. У нас непонятно, что происходит. Переписываемся 24 на 7. И довольно часто видимся. Он знает, что нравится мне. Когда гуляем, ходят за руку, и мы сосемся. Но при этом оба не говорим об этом. Просто есть и есть. Что делать? Добиваясь его месяца 4, продолжить или забить? А, в смысле, они уже не встречаются, разве? Нет, они просто, типа, есть и есть. Но они же там гуляют за руку. Да. Сосунца. Сосунца. Какой он темный, знаете, он таким темным тем никогда еще не говорил. Ну, мне кажется, что просто у них не было такого, что мы встречаемся, ты там моя девушка, и ты мой парень. Они просто уже начали, как бы, встречаться, нет? Ну, я просто не знаю, разве так не может быть. О, я всегда требую официального подтверждения отношений. Я всегда спрашиваю, типа, мы пара? Да. Ну, просто в Америке есть такая штука, типа, эксклюзив. Типа, ты встречаешься до тех пор, пока тебе не скажут, что мы с тобой эксклюзив, ты можешь встречаться с кем хочешь. Ну, просто не всем нужно... Мне вот не нужно официальное подтверждение. Просто если что-то такое, ну, происходит уже такое более, как сказать... Она что, думает, что они делают? Просто что? Ну, она написала, так и есть, и как и есть. Типа, они все уходят за ручки, переписываются постоянно... И тогда что вы делаете? Что это значит? Что это вообще как бы? Как это называется? Оксана Флак предъявляет тебя, вот просто, что вы делаете? Что это такое? Я просто считаю, что они уже встречаются. Я вообще в шоке. Как такое может быть? И что люди, они как бы не знают, что они делают. Я, я честно, может быть, я есть там с девятнадцатого века, но мне кажется, что когда такое происходит, значит, люди уже встречаются. Что? Ну, в принципе, ну, это достаточно логично, потому что... Мы же не просто потусили там в баре одну ночь, там, день, и потом не виделись. Вы же постоянно видитесь и гуляете, и... Ну, да. Я не знаю. What the fuck? Как это происходит? Как это работает? В современном мире... Ой, молодежь пошла какая вообще. Вообще, я не говорю. Потому что мы старые, да? Вот в наше время было, да? Вот цветочки-свиданки. Да, и все понятно. Цветочки, значит, все там. Не знаю, там, мишку подарить или что там еще. Конфету. Хэштег любовная клиника. Привет, Антон. Важно твое мнение. Общаясь с парнем, видимся довольно часто и понимал, что испытываю к нему симпатию. Но ему говорить не стало, когда решилась, узнала, что у него появилась девушка. Отпустить не могу до сих пор. Если бы он знал моих чувствах, то что стоило бы мне ожидать? Было время, был шанс. И, как говорится, ты не призналась. Окей, возможно, были какие-то причины для этого, да? Что в плане, там, стесняешься или не могла собраться с мыслями, еще не поняла, что насколько ты там, у вас все прекрасно будет и нет будет. Но ты сейчас спрашиваешь, что было бы, если бы ты ему призналась? Ты этого уже никогда не узнаешь, потому что пришла другая девушка. Которая, видимо, либо которая сама пришла и сказала, типа, ты мне нравишься, давай мы с тобой будем встречаться. Либо он сам к ней подошел. Я знаю, почему не говорят, потому что стесняются, потому что боятся. Других нет причин, вот серьезно, нет для этого других причин. Люди просто боятся и просто из-за этого так получается. Ну вот что теперь снимать видео, как признаваться от своих чувствов? Ну нельзя же такие уверенные, как ты. Ну блин, это да, но мне реально придется снимать видео, тебе говорю, что как признаваться от своих чувствов? Ну вот я, например, ну не смогла бы, тоже. Так вот, я говорю, что надо, но вот думаю, ну как вот, ну вот все равно же опасно. У вас реально такие школьные будни, как мне тут рассказывают? Потому что что это... У тебя разве не было таких школьных будни? У меня были такие школьные будни. У меня в школьной личной жизни вообще не было. В смысле, а что ты делал в школе? Ты что, тебе не нравились там за люди? Нет, вообще я, у меня будет там пара друзей, но в основном, типа, меня не очень сильно любили в школе. Так, ну меня тоже не то, что там любили в школе. Так, короче, мы ушли куда-то не туда. И да, ребят, на сегодня у нас все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас очень сильно люблю. Хочу знать, ребятам, каждый мать его день. Не забывайте писать свои комментарии, потому что что? Правильно комментарии лучше. Дай-ка. А еще? Ваше мнение должно быть слышно. Прям очень хорошо слышно. С вами был я, Энтон Юлай, Оксана Флав. Все ссылочки на Оксану я оставлю внизу, поэтому зачекайте, подпишитесь, и нам будет очень приятно. Надеюсь, мой сердце перестанет к ней сверлить, и мы встретимся с ней еще разочек. Так что пишите нам свои мнения по поводу сегодняшнего опроса. Может, у вас есть какие-то советы или похожие ситуации. И да, с вами был я, Энтон Юлай. И помните, всегда ставьте сверлим и себе, дочу вам всех ваших начинающих. Я вас очень сильно люблю, и до скорой встречи. Пока. Кто? Ааа. Два. Да, да, да. Мы же уже сделали это. Не, а ну все равно я в конце тоже. Ага, ну все. Раз, два, три. Ну давай еще разок. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.